Погружение в историю. Детские и молодежные общественные объединения Ненецкого округа презентовали свою деятельность на одной площадке. Местом встречи стало фойе второго этажа Дворца культуры Арктика. В этом году ярмарку общественных объединений приурочили к десятилетию регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Поэтому участникам предлагалось продемонстрировать свою деятельность, сделав упор на сотрудничестве с молодежным центром. Погрузилась в историю и наша съемочная группа. Один из самых зрелищных и посещаемых стендов ярмарки у страйкбольного клуба Ненецкого округа. Такое многообразие боевого оружия не могло не заинтересовать представителей сильной половины человечества. Впрочем, оружием интересуются не только ребята, но и девчонки. Это макеты боевого оружия, масокабаритные. Оно пневматическое, до трех джоулей, стреляет с пластиковыми шариками, а так функционал полностью сохранен, как у боевого. Одно из основных направлений деятельности страйкбольного клуба – военно-тактические игры на свежем воздухе. Для этого участникам необходимы определенные навыки, обращение с оружием и хорошая физическая подготовка. С какого возраста можно к вам присоединиться? К молодежи к нам это с 18 лет. Так как у нас все-таки определенные шарики, они достаточно опасны, менее опасны, чем, например, пейнтбольные. Но все равно это ответственность определенная, чтобы не повредить другого человека. Рядом со страйкбольным клубом расположен стенд региональных отделений, школы безопасности и Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Пока мы только привлекаем студентов техникума, которые конкретно по профессии спасатель, но думаем дальше расширяться по школам. Мы сотрудничаем с пожарной частью, с арктическим спасательным центром и с главным управлением. То есть все под эгидой МЧС идет у нас. В рамках презентации своей деятельности ребята также раздавали информационные буклеты о правилах поведения в период ледостава и в период новогодних праздников. Не с пустыми руками пришли на ярмарку и участники регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Буквально сегодня будем раздавать письма, в которых будет краткая биография наших земляков и героев, о которых, может быть, многие не знают, или забыли, или в силу каких-то обстоятельств не в курсе их подвигов. Впервые в ярмарке приняли участие представители Наринмарской городской общественной организации «Российский союз молодежи». Главных направлений наших сейчас будут разработаны документы, разработанные на существовании волонтерской деятельности в Нинском автономном округе под названием «Сердце добра». То есть, почему называется так? Потому что добро, которое мы осуществляем, является главным, что нужно для людей. Главное, что нужно сердцу людей. В рамках ярмарки детских и молодежных общественных объединений состоялось честование победителей премии за вклад в реализацию государственной молодежной политики в Нинницком округе, лучших среди молодых жителей округа, проявивших себя в различных областях общественной и культурной жизни региона. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова